Наталья Дудко, Майский Экстрим 2021. Командный опыт. Работаю, отвечаю, не понимая смысла вопроса и смены формата общения. Оказалось, что парень с друзьями проводят в Москве квесты для детей и взрослых. Очень крутые квесты. Можно даже вертолет заказать и спуститься на нем на землю, как Джеймс Бонд. Перед тем, как открыть предприятие, москвичи изучали имеющийся в стране опыт, в том числе опыт фестивалей уральского следопыта. Мы, конечно, классные квесты делаем, но до вашего уровня, когда в самом центре города пилят дрова, разводят костер, переправляются на катамаранах через реку, прыгают на каяках с моста, штурмуют на катамаранах ствол плотины, а также там в стволе плотины, соревнуются по скорости альпинисты, мы не дошли. И сколько у вас стоит участие? Нисколько, ответила я и ввела в ступор столичного коллегу. Нисколько это для участников я имела в виду. Про затраты, нервов, сил, времени и прочего организаторов промолчало. Главное ведь результат. На регистрацию присматривала себе команду, к которой можно приклеиться хвостом. Благо, команд 86 разного возраста, разного количественного состава. Особо приглянулась мне команда «Туристы на самоизоляции». Шестиклассники из девятой гимназии, да и количество их не сильно большое, всего трое. Иван, Илья и Константин, посовещавшись, разрешили их сопровождать. Общий язык мы нашли сразу. Парни оказались доброжелательными и коммуникабельными. Команда «Новички» все участвуют в первый раз. Ну, тем интереснее, как пойдет процесс. За время работы в следопыте на наших фестивалях я видела разные команды, разную тактику и стратегию участников, разную успешность. Туристы на самоизоляции выбрали тактику спокойного, последовательного прохождения этапов. Парни не бегали, не суетились, не высчитывали, где лучше, быстрее, легче пройти, а спокойно, поочередно проходили этап за этапом, что попадались на пути следования. Про себя я предположила, что ученики «девятка» предпочтут интеллектуальные этапы. А нет, выбрали спортивные. Выполняли задания тщательно, не спеша, используя все попытки. Не бросали, типа, не получается и ладно, бежим дальше. Ни разу в команде не раздавали слова. Я это не смогу, мы это не сделаем, я не справлюсь, давайте не будем это делать. Упорством и верой в себя они меня покорили. А еще они меня покорили воспитанностью и интеллигентностью. Ни разу не ругались и не спорили в очереди на тот или иной этап. Если возникали спорные моменты, кто вперед пришел или кто тут уже стоял, а кого не было, всегда спокойно уступали и не спорили. Держу! Там деревья, там деревья, мы не можем нормально накрутить. В легких. Так, все, отлично, деревья пройдены. Ну, шармать. Супер. Есть. Один раз уже не выдержала я и включила маму. Поспорила с педагогами и родителями одной шумной многочисленной команды, которая аж на трех этапах все каким-то загадочным образом оказывалась впереди нас, хотя приходили позже. Мы победили и отстояла нашу очередность. И поняла, что споры как раз-таки заводят взрослые, а не дети. Как я уже упомянула, туристы на самоизоляции пошли в основном по этапам, где задания были физкультурно-спортивной направленности. Достаточно хорошо прошли по бревнам, преодолели путь по веревкам, справились с ориентированием, отлично приземлились с парашютом, сдали нормы ГТО, постреляли, даже побоксировали. На некоторых этапах удалось удивить судей, очень быстро и легко выполнив сложные задания. Ничего себе скорость! Восхитили судьи. Вы только третья команда, кто так классно прошел. Интеллектуальное задание. Когда мы наконец-то до них дошли, парни решали быстро, порой поражая своими рассуждениями судей. Куча эмоций вызвала у мальчишек переправа через эссеть. Грести дружно, слаженно, да еще и правильно. Это надо либо уметь, либо очень стараться. Мы старались. Мы, потому что катамаран рассчитан на четверых. И я тоже села на весла. Оторвались по полной мальчишки на творческих заданиях. Лихо и без запинок отторобанили африканскую мелодию на африканских барабанах. А выполняя задание на этапе «Крокодил» нужно без слов изобразить предмет или явление. Даже собрали вокруг восторженных зрителей. Поначалу мы считали каждую монетку, баллы, заработанные за задание. Потом перестали. А когда чуть не потеряли мешок с монетами, а потом еще и рассыпали их, было понятно, что мальчишки увлеклись самим процессом, а не результатом. Не буду держать интригу. После подведения итогов команда туристы на самоизоляции где-то в середине рейтинга. Да, мальчики не меняли полученные за пройденные этапы монетки на акции. На это можно было заработать баллы. Не отвечали онлайн на вопросы, появлявшиеся во время квеста в сети ВКонтакте. Но для новичков считаю результаты очень даже неплохими. По окончании уставшие? Ну, сами попробуйте на сильной жаре распилить бревно, подтянуться, побоксировать, а потом еще и быстро решить задачки. С разрешения родителей пошли в пиццерию восстанавливать силы и делиться впечатлениями. Не знаю, что именно вынесли из участия в квесте Ваня, Илья и Костя. Учительницу включать и лезть с нудными расспросами я не стала. Но думаю, что парни поняли, что решения и действия одного участника влияют на результат всей команды. Действовать дружно и слаженно не всегда просто. А заставить себя перешагнуть через какие-то свои страхи, неумения – самое сложное. А я с радостью встретилась с любимым персонажем детства Незнайкой. И пожалела, что мой шестой класс далеко-далеко позади. Продолжение следует...